В Наринмаре открылась международная фотовыставка «Ненецкая лайка. Достояние России». Ее организатором и руководителем выступает некоммерческая организация Фонд экономических программ. Проект получил грантовую поддержку экспертного центра «Пора». Выставка стала возможной также благодаря международным и межрегиональным научно-исследовательским экспедициям авторов представленных работ полевым исследованием по изучению традиционной культурной и хозяйственной деятельности ненцев на территории региона. Ненецкая лайка – национальное достояние России. Выставка призвана подчеркнуть уникальность породы, важность научного обоснования плановой системной работы по разведению ненецкой лайки не только в естественных условиях, но и в питомниках и клубах. Кстати, такой клуб предполагается создать в Ненецком округе. И сегодняшняя встреча – еще один шаг на пути к этому. Еще одна причина, почему лайку нужно сохранять, потому что это неотъемлемая часть оленеводства. Почему в России сохранилось оленеводство в том виде, в котором оно есть, а, допустим, оно было потеряно в Финляндии и в Швеции, потому что есть олень, собака и человек. Как говорят оленеводы, что ведь не мы пасем оленей, а пасет их ненецкая лайка. И это любой оленевод вам подтвердит. Выставка стала возможной благодаря международным и межрегиональным научно-исследовательским экспедициям авторов представленных работ, полевым исследованиям по изучению традиционной культуры и хозяйственной деятельности ненцев на территории округа в 2017-2018 годах. Работы представлены таким авторитетным кинологом, как Борис Широкий, один из создателей стандарта породы. Также в проекте приняли участие международные кинологи и ценители ненецкой лайки из Великобритании и Австралии – Лис Муат и Лорен Миллс. Российская часть выставки представлена работами профессионального фотографа из Нарьинмара Антона Тайбарея и исследователя Крайнего Севера и члена Ассоциации полярников Яна Турова. Есть и архивные фотоматериалы жителей ненецкого округа. В нашем округе объявлен год оленеводства. И под этим мероприятием у нас была открыта выставка и до сих пор работает постук копыт белого оленя. И потом мы, естественно, хотели пойти дальше и заключили соглашение о открытии данной выставки. И получается, из одного выставки, посвященной оленю, мы будем переходить к другому оленю, это оленегонная лайка. Изучение породы ненецкая лайка началось еще в Царской России, но система не обрело и скоро совсем затухла. Между тем, ученые в области кинологии предполагают, что современная ненецкая лайка – дальний родственник торфяной собаки, первой прирученной человеком в доисторические века. Как бы то ни было, все, кто сталкивался с породой, отмечают – умнее и преданнее нет существа. Ненецкая лайка – это неотклеймная часть всего оленеводства и культуры жизни в тундре. Вот когда все старшие поколения, особенно ненецкого населения, спрашивают, чем они играли в тундре, то они однозначно сказали, что они играли с щенками собачек, которые в первое время, когда маленькие щенки были, они обычно в чуме находились и росли вместе с детьми, и детьми играли. Одной из задач этого проекта по сохранению оригинальной породы является привлечение к проблеме меценатов, чтобы вместе приложить усилия, и ненецкая лайка стала национальным достоянием страны. Ольга Руслова, Вадим Носкин, Телеканал «Север».